Выпускник средней школы номер 5, председатель профсоюза Айхальского ГОК Василий Постольский увлеченно рассказывает старшеклассникам о своей школьной юности. Ребят интересует абсолютно все, начиная от любимых уроков и учителей и заканчивая тем, что давали на завтрак в школе в те времена. В ходе беседы выяснилось, что выпускники прошлых лет мало чем отличаются от современных учеников. Правда, из-за отсутствия интернета и электронных гаджетов они больше общались друг с другом и чаще проводили время на улице. Впечатление очень позитивное, главное, что молодежь интересующая, энергичная, добродушная, я бы сказал. Это радует, конечно, у нас хорошее будущее. Здесь все-таки хорошие учебные заведения, сильный такой потенциал и творческие, знания получают они от высококлассных педагогов сегодня. Наших вайхали в школе образовательный номер 5 в том числе. Праздничную программу открыло ток-шоу «100 вопросов взрослому». Пятая школа выпустила немало известных в поселке людей, занимающих различные ответственные должности на предприятиях. Многие из них пришли на встречу со школьниками. Общее же число гостей превысило 200 человек. Среди них представители поселковой администрации, горнообогатительного комбината, образовательных учреждений. Пятая школа всегда отличалась своим душевным подходом к различным мероприятиям. Тем более такая возможность 55-летия школы, три пятерки, пятая, 55 лет. И сегодня встреча – это встреча поколений, младшего, учащихся с сегодняшнего дня и тех людей, которые когда-то закончили школу. Концерт по случаю юбилея педагоги подготовили совместно с учениками с 1 по 8 класс. Вокальные, танцевальные и юмористические номера сменялись поздравлениями официальных лиц. Было действительно так по-семейному отмечено 55-летие школы. Мы пригласили ветеранов, мы пригласили почетных выпускников школы, которые стали действительно тем оплотом сегодня и тем надежным тылом, которым мы сегодня уже обращаемся как шефом. Подготовка к юбилею заняла несколько дней. Накануне прошли спортивные соревнования «А вам слабо» и конкурс «55 пятерок школе». Также по случаю праздника обновили галерею почетных выпускников и материалы виртуального музея. Сейчас в школе проходит декада русского языка, а затем начнется подготовка к празднованию Нового года и встречи выпускников. Валерий Усманов, Александр Дамонтович, телеканал «Алмазный край». Валерий Усманов, Александр Дамонтович, телеканал «Алмазный край».